С нами на связи Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Слава Украине. Героям слава. Ну и так, как по мне, очень важна и интересная новость. Знаете, о том, что во время последнего массового обстрела Украины враг применил ракету, выпущенную буквально в последние месяцы. Вот с одной стороны, конечно, плохо, что россияне все еще пока способны выпускать ракеты, несмотря на санкции. А с другой, ракеты летят буквально с конвейера. Вот это о чем говорит? Запасы заканчиваются? И как вот эту информацию оценивает украинская разведка? Ну, как в старом совковом анекдоте, когда Чапаев говорит Петьке, Петька, чтобы враг не догадался, что у нас закончились патроны, нужно постоянно стрелять. И, собственно, это сегодня и происходит с российским военно-промышленным комплексом. Действительно, запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, в значительной мере израсходованы. И если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы, то они не соответствуют потребностям на фронте, даже на украинском фронте. Если не говорить о гипотетическом противостоянии с странами блока НАТО, тут вообще не о чем разговаривать. И да, действительно, что эти калибры, как горячие пирожки, которые постучно изготовляются, сразу идут на поддержание такой психологической операции, которая является террористической атакой по энергетической инфраструктуре. На самом деле, ну, не могут, но хотят отказаться. Поэтому вот происходит и продолжает происходить то, что мы видим. Но возможности по массированным ракетным ударам у России сокращаются. И, ну, скажем так, продолжать в таком темпе она не сможет даже делать ими скоро. Ну, смотрите, мы говорим, что они пускают ракеты буквально с конвейера, но у них ведь должен оставаться какой-то и стратегический запас. Они ведь, какие-то ракеты должны быть и на боевом дежурстве, и какой-то запас все-таки должен быть в государстве? Да, это стратегический запас 30% от общего количества первоначального. И по всем показателям, особенно по высокоточным оружиям, по тем же калибрам и по другим видам ракетного вооружения, расисты давно упали ниже 30%. Вот и снова аэродром Энгельс, да, один из самых охраняемых фактически объектов после Кремля. А там постоянно что-то происходит. Вот россияне рассказывают о неопознанных летательных объектах, вот, с которыми, ну, безуспешно борется их ПВО. Причем эти вот инопланетные аномалии, знаете, доставляют им очень много неприятностей. Вот какие на этот раз у них потери от этих НЛО, и вот что они скрывают от своей аудитории, по вашим данным? Мы точно можем говорить о том, что информация, которую публично российская пропаганда своему населению подала, о трех погибших и об отсутствии потери техники, не соответствует действительности. Это то, что нужно знать, то есть они врут, как всегда, и в первую очередь своим живут. Что касается, ну, в целом ситуации, то у нас налицо инфраструктурная оборонная деградация российской армии и управления в том числе. И инциденты, которые происходят, это, с одной стороны, прямое последствие вторжения в Украину и, в общем-то, истощение тех же ресурсов и потенциала и человеческого, и управленческого, и технологического. И можно говорить о том, что, ну, пока не остановится эта война, пока не будут выведены оккупанты с украинской земли, вот такая деградация будет иметь место и дальше, и может продолжаться. Ну, кстати, появилась информация, что они сбили свой же истребитель, вот приняли его за очередное НЛО. Вот есть ли этому подтверждение? Да, есть такая информация, и, как мы знаем, это уже не первый раз, причем из разных, в том числе, и открытых источников. Как вот вообще можно такое сделать? Я просто, ну, знаю немножко ПВО, и там же стоят системы свой-чужой, и ракета не может выстрелить по своему самолету. Как так получается? Если мы говорим о современной системе ПВО, а также о обученном персонале, то, конечно, такого быть не должно. Но если обученного персонала нет, а он находится, например, в зоне боевых действий на территории Украины, а на месте в тылу остались неподготовленные специалисты, то, в том числе, и человеческий фактор и ошибка персонала может быть причиной и таких инцидентов. В любом случае, их ошибки, а не в копилку нашей победы. Начальник главного управления разведки именобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC News, он сообщил, что, вероятно, 5 января в России начнется новая волна мобилизации. Как считаете, вот расчет правильный? Вот дадут они отпраздновать как бы своим Новый год, да, а дальше будут мобилизовывать тепленькими, пока не протрезвели? Да, конечно, абсолютно правильный расчет, и мы должны понимать, что вопрос даты 5, 4 или 7, это не суть, но начало февраля усиление мобилизационных мероприятий, собственно, новая волна, это то, к чему готовится сегодня Россия, и готовит ее диктатор Путин. На самом деле мобилизационные мероприятия, мобилизация не прекращалась, и это публичная информация и заявление о увеличении армии, и заявление о создании военных подготовительных центров на территории высших учебных заведений, и многие другие, и многое другая информация из открытых источников, также не из открытых, мы можем утверждать, что и далее Путин намерен превращать своих же граждан в пушечное мясо, то есть уже более 100 тысяч русских уничтожено в войне в Украине, ну, очевидно, для Путина этого мало. По-вашему, сколько они могут вот в этой очередной большой волне призвать? Вопрос не только в количестве, призвать они мобилизационный ресерв в России действительно достаточно большой. Вопрос в том, чему их обучат, чем вооружат, и какие дальнейшие действия. После первой волны мобилизации, это очевидно и для многих, в том числе и русские, которые анализируют то, что происходит, ну, не вытягивают они ни по снабжению, ни по обучению. То есть, безусловно, и количество – это тоже фактор, но в современной войне уже далеко не такой определяющий, и можем говорить о том, что методы Жукова в 2023 году, ну, точно не будут такими действиями, как в период Второй мировой войны, когда он угробил огромное количество своих сограждан. Украинцы воюют по-другому. Украинцы воюют как современная цивилизованная армия и дорожат жизнями своих солдат и, безусловно, гражданского населения. Как вы считаете, что может стоять за словами, которые на днях сказал спикер Министерства иностранных дел Ирана, Насар Канаани? Вот он снова уверял, что Иран России не помогает, да, все заявления со стороны Украины, но это обвинение. И сказал, что, хочу процитировать, стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно. Это какая-то угроза, как вы считаете? Ну, на самом деле, весь мир видит, что даже ближайшие страны и режимы партнеры Путина публично не хотят брать ответственность и разделять ответственность за несправедливую и преступную войну против Украины. И поэтому даже Иран, хотя весь мир констатирует и знает о ситуации с дронами, иранскими дронами, шахидами и другими моделями, говорит о том, что публично нет и не признает, мы этого не делали. Поэтому, собственно, никто не хочет, даже Иран. Я думаю, что скоро и Северная Корея скажет о том, что с Путиным не очень бы хотела иметь дело. Путин и современная путинская Россия – это страна-изгой. И эта изоляция будет далее только усугубляться. Это понимают все, в том числе и в Иране. И понимают последствия возможные того, что сегодня уже ряд стран и международных организаций и сообществ признали Россию спонсором терроризма. А также в будущем, в скором времени Россия может быть признана страной-агрессором. И все это делает публичную помощь России, но очень неперспективной, непривлекательной с точки зрения последствий для тех, кто эту помощь еще предоставляет. Вы думаете, именно поэтому пока сохраняется интрига о поставках баллистических ракет? И вроде бы как этих ракет пока нет у России, иранских? Это один из важных факторов, который на самом деле влияет. И санкционная политика действует не только по отношению к России, но и по отношению к многим другим людям, фирмам и некоторым государствам, которые думали и задумывались бы о таком сотрудничестве с режимом Путина. В Китае на этой неделе заявили, что отношения КНР и России тверды как монолит, несмотря ни на что. И военные аналитики отмечают, что сейчас существует воздушный мост между этими странами. Более полусотни рейсов совершено за последний месяц большими транспортными самолетами. Это ИАН-124 и Ил-76. Вот как вы считаете, помогает ли сейчас Россия и Китай в военном плане? Поставки вооружения или какая-то гуманитарная помощь для российских военных? О чем может идти речь? С формальной точки зрения нет информации о поставках вооружения, нарушении станции, оборонной помощи со стороны Китая, режиму Путина и Российской Федерации так называемой. Но, допустим, если мы представим, что Путин покупает очень много стиральных машин и машинок или другой бытовой техники и выковыривает из нее чипы для того, чтобы как-то использовать эту технику. Ну, теоретически да, но это может быть из любой другой продукции любых других стран. Сегодня в Китае в военном плане нет информации о том, что помогает Россия. А то, что русские пробуют по всему миру искать, где бы еще найти микросхемы, чипы и используют для этого, в том числе и бытовую технику, это не шутка. Ну, это правда. И тут надо понимать, что такие попытки будут и далее происходить, и не только по отношению к продукции, названной вам из страны. Мы все удивлялись, да, почему оккупанты все время тянут стиральные машины из домов украинцев, где бы они не были. Наверное, и для этих целей тоже. В том числе. В Крыму на прошлой неделе в селе Межводные украинские партизаны установили украинский флаг на вышке телефонной связи. Насколько мощным стало за эти месяцы сопротивление, и что вы можете сказать о его роли? Огромная роль и большое количество информации и другой помощи, которые получают украинские силы обороны, в том числе и разведывательные органы, разведка. О ситуации в Крыму, безусловно, это информация именно от местных жителей. От местных жителей, которые буквально массово и на каждом шагу информируют о действиях оккупантов, информируют о том, что происходит там и помогают украинским силам обороны. И это только касается части информации, но дальше это также и различные действия информационного сопротивления и, собственно, действия, которые носят напрямую, скажем так, специальный характер. Поэтому да, Крым готовится, и украинцы, крымчане, крымские татары готовятся к освобождению и возвращению Крыма в украинскую родную Гавань. Знаете, важно подчеркнуть, что сколько лет они аннексировали Крым, и люди не сдались, и люди продолжают бороться и ждут вооруженные силы. Продолжают бороться, и более того, это факт, мы констатируем увеличение проукраинских настроений и понимание того, что возвращение полуострова неизбежно. Это враг не может этого скрыть, поскольку паническая подготовка, вот все эти траншеи, там бетонные сооружения различные, то есть таким образом они сами местному населению показывают, к чему готовиться. Поэтому местное население с удовольствием ждет украинские силы обороны, которые освободят наш Крым. Одно дело, это заграждение различное инженерное, а то, что, например, была информация о том, что генералы и ФСБ, офицеры вывозят свои семьи, вывозили свои семьи из Крыма, тоже, наверное, о многом говорит людям, даже, наверное, больше, чем траншеи. Да, и семьи высокопоставленных офицеров, а также представители оккупационной администрации продают недвижимость по большим скидкам. Да, все это присутствует, мы это фиксируем, действительно. Путин, кстати, заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах Родины и в этом особенность России. Как вы считаете, действительно в России не было за это время масштабных протестных акций, только немногочисленные митинги, нет могилизации. Какой на самом деле сейчас уровень поддержки действий Путина? Заявление Путина, конечно, полный бред. И я думаю, что даже в его бункере эта статистика не соответствует действительности. И надо понимать, что говорить о социологии и о цифрах в супертоталитарном государстве, где слово «война» во время войны запрещено, его может использовать безнаказанно только сам диктатор, ну какая тут может быть честная социология? Но, тем не менее, даже условно контролируемая социология показывает то, что более половины русских хотели бы двигаться к пути переговоров. Другой вопрос, на каких условиях и как они это понимают, это все понятно. Безусловно, вот эти более 100 тысяч семей, которые получили своих родственников убитыми Путиным в войне в Украине, это тот же фактор, который уже действует и далее будет больше действовать на население Российской Федерации. Особенно, если мы говорим о национальных республиках, о регионах. Поэтому особенности и специфика закрытых обществ и диктатур в том, что внешне они могут казаться как очень монолитные. Но этот фактор, где прорвется, очень сложно предсказать. Я думаю, что прорвется и в том числе против режима Путина очень в скором времени и внутри самой России. А мы помним, какой может быть русский бунт, да, он бессмысленный, беспощадный. Спасибо вам большое, спасибо. С нами на связи был Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины. Благодарю вас. Продолжение следует...